Для бренди коньяка чаще всего применяют классические бокалы, которые называются снифтеры или бренди глаз. Слово снифтер происходит от английского глагола сниф, то есть нюхать. Снифтер пузатый, резко сужающийся кверху. Бокал такой формы удобно держать в руке, слегка подогревая напиток. Некоторые регустаторы рекомендуют вместо снифтера использовать специальную коньячную рюмку на высокой ножке с узким или слегка раскрывающимся верхом, как у тюльпанчика. Этот коньячный бокал принято держать полностью в руке, располагая ножку между средним и безымянным пальцем. Подушечки не должны касаться стекла, чтобы не оставить отпечатков и не испортить внешний вид сосуда. Это передает тепло ладони напитку и помогает раскрыть его вкус и аромат. Наливать коньяк в бокал за один раз нужно не более 100 граммов. В среднем это 70-80 граммов. Если используется рюмка, то она заполняется доверху. Перед тем, как попробовать коньяк, рекомендуется выпить чашку кофе. Известно, что на родине этого напитка во Франции существуют правила трех С. Кофе, когнос и сигареты. Наилучшими легкими закусками коньяку являются твердые сорта сыра, нежирные паштеты, различные морепродукты, ломтики семги, канапе сикрой, овощные салаты, заправленные растительным маслом, а также маслины. Для профилактики алкогольной интоксикации перед застольем можно выпить любой сорбент, например, энтеросгель или атаксил или активированный уголь. Это не избавит вас от последствий полностью, но поможет все-таки печени легче перенести алкогольный удар. Так говорит врач Николай Дубинин. Всем приятного аппетита, но не забывайте, что алкоголь в повышенных дозах вредит вашему здоровью.